У них пострадавшая бабушка сильно без ноги, лицо вырвано у бабушки. А другая семья, там пострадавшие детки. И у этой бабушки вот пять внуков. То есть если мы с собой зацепим бабушечки, это будет? Да, да, там пятеро внуков у бабушки. Семья Луценок из города Иловайска. Это моя мама Людмила Александровна, пострадавшая во время обстрела во дворе своего рода. Мой отец, муж ее погиб во время обстрела. Они были у бараниных. Нас не было в тот момент рядом. У нас пятеро детей, трое сестры. Детей, сестры нет. Она пытается в данный момент для семьи где-то заработать какие-то деньги. Ее постоянно нет. Бабушка старенькая, 82 года. Вот как бы я занимаюсь с детками, мамой. Ну, в общем, как можем. В данный момент нам очень тяжело финансово, физически. Маме требуется много медикаментов дорогостоящих. И нам очень необходимо протезирование. Как бы есть еще очень много проблем со здоровьем после этих ранений. Протез очень сложный, очень дорогой. Нашей семье никогда не собрать ни денег на него. Ну, вообще, ни при каких даже условиях. Как бы я нахожусь в декрете. Тоже возможности заработать сейчас у меня не представляется. Я одинокая мать, двое деток. У сестры трое деток. Она многодетная. Как бы очень просим по возможности нам помочь с протезированием. У мамы еще поврежден лицевой тройничный нерв. Это сопровождается постоянными болевыми ощущениями. Онемением лица. Прострелами в виде, как боль сравнивается с разрядом электрического тока. Как бы, ну, сейчас нам хотя бы протезировали. С лицевым нервом, не знаю. Если можно, конечно, мы бы были очень рады. И сделали все возможное, чтобы добраться в эту больницу, если нам кто-то согласится помочь. Пятеро внуков еще хотелось бы, конечно, им какое-то внимание какое-то уделять. Я раньше очень занималась сильно внуками. А теперь постоянно расстраиваюсь из-за того, что я не могу с ними гулять, ходить и вообще принимать участие в их воспитании. Ну, жить мне еще, конечно, ну, сколько Бог даст, конечно. Ну, еще, как бы, лет 20 и сидеть в коляске, это очень бы не хотелось бы. Вы все видели? Ну, только она вскрикнула и упала, а я возле нее все время. А сзади стоял, сзади. И тоже его бедро и в живот ранило. Ну, потом вызывали скорую. Приехала скорая с Харцизка. Это тоже ждали долго. И ныне это пошло заражение. Часа четыре ждали. Немножечко отрезали. Ой, это ужас. Я после того взрыва стала плохо слышать. Так и на глаза, и на уши. Так, потому что я сейчас почти ничего не слышу. А во второй семье мальчику 10 лет он безнадеет. А при том, что с детства, инвалид детства, год и 8 клапан на сердце ставили этому ребенку. И 7 лет его сестричке. А безнадеет после августа всех? Да, это все вот 13 августа произошло. Они прятались у бабушки с дедушкой в подвале и вот вышли в перерывах между обстрелами. То есть обратно не успели забежать? Не успели. А от кого? Чего это? А что, красивая, беленькая летняя пражечка. Дерива снова, вот Даша. Кто у тебя братик и сестричка? Азин. Слава, да. Я посмотрела в основе, я не убедила. Спасибо. Даша, не плачь. Уже время не прошло, слава Богу. Я понимаю, что очень тяжело. Все-таки несколько слов о том, как это произошло. Это без комментариев. Да, это уже никто рассказывать не будет. Вон, снимайте разруху, вот это вот как раз вам и будет в комментариях. Нет, вы нам расскажите не это, а расскажите вообще, как живете, кто участвует в вашей жизни сегодняшней. Помогают. Да? Да, вот. В том ты помогают. Нуждаетесь в чем-то? Конечно. Есть в чем-то необходимое? Нуждается, конечно. Вот помогите построить дом. Строй материалы. Хотя бы, хотя бы не дом, хотя бы. Бабушке протез надо. С ребенком этот протез решили? Бабушке протеза. Ребили так, чтобы пройти тоже. Этого тоже не было. Также восстановили буквально за последнее время. Восстановлен сарачик. Вот в подвальчике, в котором они находились. Ребенку с протезом помогли. С протезом, слава Богу. Мы благодарны людям. Конечно, конечно. А с продуктами? Ну, пока не нормально. Может, работает один. Это здание Дом науки и техники железнодорожного предприятия Донецкой железной дороги СМАУСИН. Гуманитарный штаб города Иловайска. Бардина Анна Юрьевна. Ну, то есть, на самом деле, нормально сейчас в Иловайске с гуманитарной помощью? Единственное, у нас очень вот обделенная категория пенсионеры. От 55 до 65. Красный Крест привозят, но не так часто. Не могут они поставить на поток это все. А российская гуманитарная помощь какая-то поступает? На социальные столовые. Социальные столовые? Школы, садики, это все вот больницы. Сами-сами-сами! Что у тебя за страшное оружие? Что это такое? Это что, твоя армия? Да. Да? А ты что, командир? Ага. А где стрелять научился? Я? Да. Я имею стрелять. Ты обею стрелять? Ага. Аня. У меня в невидимом гараже есть танк. Да ты что? У меня есть военные штаны. У меня есть военные штаны, военные шорты и военная майка. С ума сойти, а где? Где штаны военные? А кто тебе подарил военные штаны? Мама купила. У вас были здесь военнопленные, которые помогали чинить крыши и прочее? 66 человек от батальона Донбасс, военнопленные. Ага. Они у нас работали здесь. Восстанавливали крыши, восстанавливали дома. В первые дни, когда вот их начали под конвоем водить на эти восстановительные работы, люди наши готовы были их порвать. Это всего лишь неделю. А потом просто наши иловайские люди кормили их сами, ничего толком не имея. Тот нес хлеб, тот нес купорку какую-то. Ну подкармливали. А почему так поменялось отношение? А потому что люди все. Приближается праздник 9 мая, естественно, иловайский не останется в стороне от проведения культурно-массовых мероприятий, в частности детских мероприятий. В ходе войны и в довоенное время пострадал инвентарь, который у нас был для того, чтобы проводить детские игровые программы. У нас большая просьба, если можно, привезите нам, пожалуйста, во-первых, мячи, спортивный инвентарь, хала-хупы, кегли, то, что необходимо для того, чтобы детворе было интересно играть как в помещении, так и на воздухе. Очень нужны воздушные шарики. И нам было бы очень приятно, если бы все это привезли как можно быстрее. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА